МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Вести, Хакасия, события недели в студии Алексея Гончаренко в этом выпуске. И Хакасия внесла свой вклад в общую копилку на универсиаде в Казани. Автор первого большого успеха республики Татьяна Зырянова почти не сомневалась в победе. Увеличили квоту на вылов Пеледи почти в пять раз. Теперь она способна к самовоспроизводству, а раньше ее приходилось разводить в водохранилище искусственно. Раньше считалось, кто считал, что перень не воспроизводится в Красноярском водохранилище, кто считал, что она воспроизводится, поэтому споры были. А в прошлом году институт в Красноярске провел исследование. И кто сказал, что собаки не любят рыбу для животных в рыболовецких бригадах, это любимое лакомство. Сегодня в России отмечают День рыбака. Акции протеста в Первомайском сельчане, не получая зарплаты, становятся свидетелями, как те, кто правит сельхозпредприятием, набивают карманы. Население готово пойти на решительные меры. И куда нам обращаться? Господу Богу только или осталось? Перекрывать трассу надо. Ну, или трассу закрывать, как в этих делах. Тогда быстро Москва приедет сюда. Первый католический храм в Хакасии построен в неоготическом стиле. Сегодня на торжества по случаю открытия ждут местных прихожан, гостей со всей Сибири и из Европы. Это первый католический храм на территории Хакасии, на юге Красноярского края. Самый ближайший храм католический находится в Красноярске и в Ачинске. Самым ярким событием недели и поводом для гордости стало выступление спортсменки из Хакасии Татьяны Зыряновой на проходящих в Казани всемирных спортивных студенческих играх. Для нас, наблюдающих за ходом игр на расстоянии, успех землячки и ее золотая медаль в борьбе на поясах – событие неожиданное. Сама Татьяна в этой схватке, она в синей форме, не скрывает, что верила в победу и не было никакого волнения, и публика помогала. И все четыре схватки стали победными. Воспитанница тренера Павла Петрова с большим преимуществом 7-0 одолела сначала соперницу из Туркменистана, затем также в сухую 4-0 выиграла у конкурентки из Белоруссии, в третьем поединке расправилась с сильной спортсменкой из Киргизии 6-4, и под занавес опять же в сухую 6-0 превзошла представительницу Монголии. А по лентке она приготовила бросок и тут же его провела. Татьяна Зеленова и стала победительницей 27-й всемирной летней... Да, все как мы предполагали, еще одна золотая медаль завоевана нашими девушками. Присутствовавший на всех поединках руководитель спорткомитета города Сайногорска Юрий Бережной, напомню, сама Татьяна и ее тренер живут и тренируются в поселке Майна, свидетельствует, что наша спортсменка стала любимицей публики за свое спокойствие, скромную и открытую улыбку. В самом сложном для нее поединке весь зал дружно скандировал «Таня, Таня» и «Она не подвела». В телефонном разговоре с нами спустя некоторое время после награждения Татьяна поделилась впечатлениями и от своей победы, и в целом от увиденного на самой впечатляющей универсиаде за всю историю проведения игр, которая насчитывает ровно 90 лет. «Тяжелая, да, очень красивая. Незолотая, наверное. Ну, такая сияла здесь одна вроде, поэтому меня так и поздравляют по телефону, в интернете. Звонят, пишут. У меня сразу на лучшее, была уверена. Вкладки были не очень сложные, сложная была вкладка третья представителям Киргизии. Ну, чисто радостью, удовлетворение. В Казани в городе построили деревню универсиады, ну, очень красиво. Масштабы впечатляют. Да, открытие было универсиады, как прям открытие Олимпиады. Наш спортивный литерат еще не включен, но будем надеяться, что случится, будем готовиться к один кайфским игру». Время жить лучше, созидать и зарабатывать. Под таким заголовком в газете «Хакасия» на этой неделе опубликовано интервью с временно исполняющим обязанности главы «Хакасии» Виктором Зиминым, лейтмотив которого социально-экономическое развитие республики не только на данном этапе, но и на перспективу. Цитата. Многолетняя программа развития «Хакасии» включает в себя все сферы жизни. Вот почему мы одновременно строим школы, клубы, детские сады, больницы, фапы, очистные сооружения, дома для молодых специалистов на селе и так далее. У нас действуют многочисленные программы в области сельского хозяйства, дорожного строительства, транспорта, ЖКХ. И все это делается для того, чтобы людям в «Хакасии» жилось максимально комфортно. То есть не экономика ради экономики, а экономика ради человека. В своем интервью Виктор Зимин подчеркивает, что все успехи даются непросто, что порой приходится и ломать стереотипы, приучать людей к самостоятельности, к трудолюбию, к стремлению вытащить себя из трудной жизненной ситуации. Выделяемые 500 рублей на содержание каждой коровы в собственных дворах не для того, чтобы забрать последнее, а наоборот, чтобы помочь встать на ноги, преодолеть состояние безнадеги и возродить в людях вкус к жизни. Именно эти цели преследует сегодняшняя экономическая стратегия республики. Сегодня у нас в гостях министр экономики «Хакасии» Татьяна Краснова. Татьяна Григорьевна, добрый день. Добрый день. Вот как становится ясно из газетной статьи, сейчас республика вкладывает деньги в свое будущее. Какую отдачу это даст и через какое время? Ну, можно взять, как пример, любой из приоритетных проектов. Приведу такой пример. Например, Черногорский промпарк. Стоимость самого проекта всего 6 миллиардов рублей на 10 лет предусмотрено развитие этого промпарка. Это производство новой продукции, новых услуг. Это увеличение валового продукта Черногорска, республики «Хакасия», увеличение налоговых поступлений и, соответственно, увеличение затрат на любые социальные проекты. Ну, кроме того, там запланировано, что будет привлечено более 3000 человек работающих. Конечно, это рабочие места и зарплата. Ну, вот картина хорошая вырисовывается, но вот часто употребляется термин «экономика для человека». Вот что вы вкладываете в это понятие? Есть ли в «Хакасии» примеры такой экономики? Ну, например, я приведу пример развития сельского хозяйства. Да, много средств сюда вкладывается в регионе, и споры на эту тему идут. Но, тем не менее, все больше и больше жителей понимает, что продовольственная безопасность региона и производство экологически чистой продукции, дешевой продукции, доступной для населения продукции – это очень важный аспект. Вот чистый пример экономики для человека. Вот смотрите, не только бюджет вкладывается в будущее региона, но и инвесторы готовы потратиться, причем даже и за рубежа. А вот на этой неделе были из Китайской Народной Республики соседи. И вообще есть такой термин, как инвестиционная привлекательность региона. А вот насколько привлекательная республика, и что конкретно хотели вот эти люди из Китая, с чем они приехали, с кем-то предложениями? На сегодняшний день есть такой общероссийский рейтинг. Из 83 регионов Российской Федерации «Хакасия» занимает 39 место по уровню инвестиционной привлекательности региона. Что касается китайских партнеров, то их привлек наш комплексный проект «Мавра» по развитию мясного производства. Очень проект мощный, серьезный. Китайские инвесторы это увидели, оценили, и им этот проект очень интересен. Кроме того, их заинтересовал проект по строительству грузового терминала в аэропорту Абакан. Ну и есть ряд еще других моментов. Компания очень серьезная, входит в 400 самых крупнейших компаний мира. 60% этой компании это средства государства. И вот агломерация, проект еще советского времени, вот просто не хватило того времени, чтобы все задуманное воплотить? Да, на, так сказать, на устах было такое понятие, агропромышленный узел, Абакана-Черногорский агропромышленный узел. Значит, агломерация, ну фактически это тот же самый узел, то есть совокупность объединенных территорий с сложившимися производственными, социальными, культурными, научными и прочими связями. Вот чем отличается агломерация от неагломерации, вот если очень просто так сказать? Это как раз, агломерация это когда связи начинают действовать. Когда вот все субъекты экономики просто сам по себе развиваются, нет никаких связей, ни между какими, значит, субъектами экономики. Это не агломерация, это вот обыкновенное просто развитие такой вот территории. Агломерация, она заключается в том, что мы должны просчитать, значит, посмотреть, какое должно быть производственное развитие, какая должна быть социальная сфера, которая сопровождает это производственное развитие. Вот почему начали сейчас активно просчитывать проект по выделению земельных участков молодежи? Ну потому что выявили, что при промышленном развитии, при усилении промышленного развития у нас сразу же встанут социальные задачи. То есть все должно решаться комплексно. У нас много таких примеров, когда мы начинаем развивать какую-либо одну отрасль, и потом сразу же сталкиваемся с преградами, поскольку вся остальная система не адаптирована к развитию какого-то одного объекта, и самое слабое звено системы начинает тормозить развитие всей системы. То есть там и жилой сектор, и производственный? Конечно, абсолютно рассматривается все. Какое производство возможно в рамках агломерации? Ну в рамках агломерации у нас выделено пять кластеров, как вы помните, и я не буду на всех останавливаться, назову только два. Мы слабо ориентированы на внутрирегиональный спрос, между тем он достаточно серьезный, он есть. Вот мы когда изучали, значит, эту ситуацию, насколько обеспечены мы собственными сельхозтоварами, сельхозпродукцией, то обнаружили, что фактически здесь у нас достаточно неисчерпаемые рынки, как в республике Хакасия, так и в регионах, которые находятся рядом. Конечно, этот сектор агропромышленный нужно, необходимо наращивать, потому что есть внутренний платежеспособный спрос, а в экономике платежеспособный спрос – это, в общем-то, один из основных двигателей любого производства. И второй сектор, который также был выявлен и ориентирован на внутренний спрос – это стройиндустриальный кластер, стройиндустриальное предприятие. Прежде всего, это ориентация на производство стройматериалов. У нас очень большой, очень длинный список тех стройматериалов, которые мы завозим из других регионов. Что значит завозить из других регионов? Это значит поддерживать экономику других регионов. Ну, вы это, я думаю, все понимаете. Отсюда деньги уходят туда. Здесь они внутри будут работать на нас. Вот аэропорт, тоже вкладываем в большие деньги, в бюджетные деньги. Я не знаю, там, наверное, с федеральным софинансировано, но в том числе и с местного бюджета. А в результате что это даст, когда можно рассчитывать на увеличение рейсов и на расширение географии перелетов? Ну, я думаю, что на сегодняшний момент уже про этот проект говорить более легко, чем про какие-либо другие. Почему более легко? Потому что есть уже первые определенные шаги. Ну, например, я могу сказать, что за год последней деятельности аэропорта у нас грузоперевозки увеличивались в два раза. А пассажироперевозки увеличились на 30%. Да, вроде бы небольшой рост. Но грузоперевозки в два раза – это очень большой рост для нашего аэропорта. Конечно, не так легко сразу восстановить объемы, которые там были раньше, но сделаны, на мой взгляд, достаточно серьезные усилия по, так сказать, наращиванию партнерской базы. Но, Татьяна Григорьевна, все равно все просчитывают свою выгоду, тоже экономисты, ведь регион тогда должен быть привлекательным, чтобы сюда и пассажиропотоп направить. То есть, когда у нас был один-единственный топливозаправщик, то у нас сформировалась, к большому сожалению, такая ситуация, что мы по сибирскому региону все время находились в группе лидеров по цене топлива. Конечно, какая авиакомпания будет у нас садиться, дозаправляться, и вообще, кто захочет летать, когда такая высокая цена топлива. Вот, чтобы привести, значит, эту ситуацию в порядок, мы завели на, значит, эту площадку конкурента имеющейся топливозаправочной компании, и, значит, сразу цены на топливо снизились. Если вкратце, то сколько настоящая цена билета, скажем, от Абакана до Москвы? Ну, вы знаете, здесь, конечно, зависит от многих параметров, но вот на сегодняшний момент, если брать группу, значит, самолетов Аэрофлот, которые летают из Абакана до Москвы, и сложившуюся цену там топлива и всего, то это колеблется от 9 до 12 тысяч в обыкновенном эконом-классе. Хорошо, и вот известно, что деньги, которые зарабатываются в регионе, все равно стекаются в федеральные центры, и многие регионы просто не заинтересованы в том, чтобы поднимать собственные доходы, потому что можно рассчитывать на дотации из Москвы. Между тем, Хакасия за последние годы свои доходы подняла в два раза и стремится стать регионом-донором, да? Вот противоречие некоторое получается. Вообще, есть ли смысл биться за увеличение доходной части бюджета, когда можно получать деньги из Москвы? Это любимый, наверное, вопрос в кавычках нашего губернатора Виктора Михайловича Зимина. Ему очень часто задают, особенно молодежная аудитория. Вот мы недавно проводили форум, и молодежь там задала такой Виктору Михайловичу вопрос. Может быть, не стоит нам действительно превращаться в развитый регион-донор, а быть такими косненькими, хромненькими, потому что косненьким и хромненьким всегда помогают. Виктор Михайлович пришел сразу в большое возбуждение, говорит, а кто из вас хочет быть косненьким и хромненьким? И 250 человек молодежи сидели очень тихо, руку никто не поднял. То есть косненьким и хромненьким никто не хочет быть. То же самое с регионом. Конечно же, мы хотим увеличения собственных доходов. Чем больше у нас доходов, тем больше возможностей реализовывать любые социальные проекты. Сегодня такие возможности весьма ограничены. Для того, чтобы реализовать любой социальный проект, иногда приходится пройти целые круги ада, для того, чтобы доказать на том же региональном уровне, на том же федеральном уровне, что эти затраты все правомерны. Ну, например, еще раз приведу этот пример, выделение земельных участков молодежи. Это ведь необязательные совершенно, необязательные акции. Она не входит вообще в перечень обязательных каких-то государственных услуг. И когда, значит, наш губернатор принимает вот такое решение, то он думает, конечно, о качестве жизни населения, о качестве жизни молодежи, о перспективах региона. И очень долго пришлось убеждать федеральный центр, что нам такая программа нужна. Если привести пример, сколько из региона уходит в процентном отношении, какая часть уходит в Москву и какая потом возвращается? Ну, вы знаете, вот при всех расчетах, которые... Я не буду говорить про Хакасию, потому что, ну, несколько политический вопрос. Я возьму просто среднероссийскую статистику. Среднероссийская статистика за 2012 год приблизительно такова, что более 50% денег аккумулируется в федеральном центре. И с учетом возвратов в регионах все равно сосредоточено менее 50%. То есть все-таки больше половины это в федеральном центре. И с учетом даже перераспределений. И вот Татьяна Григорьевна, как замечает автор газетной статьи, смущает количество проектов и перечень, взятых на себя правительством обещаний. Но на самом деле проектов много, они амбициозные, они все затратные. Вот. Или здесь, может быть, более уместны слова Маяковского, что я планов наших люблю, люблю громадье. Вот скажите, какая вероятность того, что планы эти сбудутся? Часть проектов весьма сложных. Часть проектов, прямо с ответственностью можно сказать, что они не только реализуются, они уже реализовываются и видны результаты. Вот мне все проекты нравятся, совершенно искренне говорю. Вот некоторые говорят, вот зачем нам музей, или там зачем нам то. Вы знаете, ну это такая точка зрения, как бы моя хата с краю, вот я хочу просто, чтобы здесь вот мост построили, а музей мне не нужен. Ну это, наверное, неправильно. Все-таки нужно смотреть комплексно на развитие региона. Вернемся вот к этой комплексности. Конечно, нужны все проекты. И культурные, и социальные, и экономические. Вот каждый проект, рассматривая, если кому-то интересно, могут почитать еще раз концепцию Абакана-Черногорской агломерации, программу развития региона. Все проекты действительно интересные, все проекты перспективные, все проекты значимые. Наша просто задача обеспечить эти проекты ресурсами. Татьяна Григорьевна, спасибо за беседу. И вам большое спасибо. Спасибо, что пришли. Спасибо. Перекрыть федеральную трассу Енисей готовы отчаявшиеся жители села Первомайского, если степень отчаяния достигнет крайнего предела. А пока сельчане ограничиваются акциями протеста против творящейся, по их мнению, несправедливости. Обанкротившееся местное предприятие продолжает работать и приносить прибыль, но не всему трудовому коллективу, а лишь руководящие верхушки. А руководит бывший директор, при котором предприятие и пришло в упадок. Его назначил конкурсный управляющий. На этой неделе прошла очередная акция протеста. С раннего утра бывшие работники закрытого акционерного общества Первомайска дежурят у ворот цеха по переработке молока. Люди намерены не пропустить молоковоз на территорию предприятия. На ворота повесили собственный замок. Зарплату коллективу в полном объеме не выплачивали около трех лет, только авансировали. Долгов накопилось 4,5 миллиона. А в результате банкротства в апреле этого года более ста человек вообще оказались на улице ни с чем. За людей, вот за этих несчастных людей из деревни нет никого. Кто бы мог. Деньги эти можно отдать. Неужели много, 4,5 миллиона. Разве это большие деньги? Для того, имея вот это сейчас...